Доброе утро, дамы и господа! Продолжаем наш эфир. У нас в гостях ученица курсов по ментальной арифметике Валентина Кузнецова. Доброе утро! Здравствуйте! Сразу стоит отметить, что Валентина не только хорошо считает, но талантлива абсолютно во всем, к чему бы ни прикасалась, до этого никогда никто так красиво не сидел на нашем диване. Ну, ладно, шутки и шутки. Но, Валентина, чем вы увлекаетесь? Сколько вам лет вообще? Давайте начнем с этого. Девять. Совсем юная. Расскажите нам, пожалуйста, да, чем вы увлекаетесь? Помимо, мы знаем, что сегодня мы будем говорить о ментальной арифметике, но помимо этого мы знаем, что вы увлекаетесь еще и танцами, правильно? Да. Как давно танцуете? Обыкновенно. Сколько уже танцуешь? Танцуете давно или нет? Я вот давно уже. Ну, примерно сколько? Со скольки лет? С шести. С шести лет. То есть третьей жизни ты уже танцуешь. Причем танцуешь настолько хорошо, что у тебя, если я не ошибаюсь, есть диплом. Да. Да, покажи, пожалуйста, давай. На камеру сейчас, на всю страну, похвастаемся. Где ты его получила? Это я получила в Бишкеке. В Бишкеке. Ну, не просто так же. Ты же не шла по улице и тебе такая, Валентина? Стой. Возьми диплом. Это же ведь тоже тяжелый труд. Где было? В третьей международной олимпиаде Центральной Азии. Угу. Это достаточно громко звучит. А расскажи нам, пожалуйста, какой танец ты танцевала? Кавказ. Кавказ? А почему именно это? Аварский. Тебе очень нравится данная культура, или почему ты именно его решила исполнить? Они очень красиво танцуют. Угу. Мы знаем, что у тебя есть еще один диплом по какому-то занятому месту, правильно, за танцы? Да. Ну-ка, расскажи нам о нем теперь. Это диплом тоже в Бишкеке. Позавчера получили. Позавчера. Позавчера мы уже поздравляем. Так, за первое место давай читать прям с диплома. Это я получила в Бишкеке самый артистичный танец муха-цукатуха. Ого! Скажи нам, какие движения там были? Вот мне интересно. Муха-цукатуха, она же везде скачет. Ты скакала по всей сцене? Нет, я была плохой. Ты была плохой. Очень интересно, хорошо. Помимо всего прочего, Валентина увлекается не только, скажем так, танцами народов Кавказа, но еще и увлекается кыргызской нашей отечественной культурой. Она заняла место на конкурсе Монас-Чи, правильно? Да. Да, когда это было? Давно. Давно. В садике. В садике еще. То есть, можно сказать, что ты половину своей жизни занимаешься, ну, скажем, очень уважаемым в нашей стране делом. Да. Ты не думала свои строки писать? Поэтом стать еще, помимо всего прочего? Или на ходу стихи придумывать? Нет. Еще не думала? Не охота что-то. А, еще не охота. Пока не охота. Зато, мне кажется, ты всегда в любое время суток охотно считаешь. Как у тебя с арифметикой? Нормально. Нормально. Хорошо. Нам редакторы сообщили, что ты сейчас будешь читать Монасу. И считать. И считать параллельно. Мы подготовили несколько примеров. С чего начнешь? С примеров не показывай, не показывай. Хорошо, все, все. Не показывай. Все, все, все. Все выпускники и все учащиеся ментальной арифметики, они знаешь, как вот просто на одном. Сразу же будет. Конечно. Поэтому нам нужно усложнить задание. Ты начнешь, после этого мы будем показывать, или вначале первый пример покажем, а потом ты начнешь? Как тебе лучше будет? Покажите потом. Давай. Хорошо. Итак, для того, чтобы получить первую порцию исполнения Валентины, давай первый пример. Все, ты готова? Готова. Мы начинаем. Давай. Отлично. Это правильный ответ. Дальше. Молодец. И так, друзья, я посчитаю. Ну-ка, давай, пересчитай. Ждем. Ребенок это делает гораздо быстрее. Вот не надо, не надо. Шучу. Хорошо. 54. Все, отлично. Следующий, да, у нас есть, давай. Эй, эй. Атангардин джомагу. Атпагуй Соболову. Улам адаму качес. Улам береги джок качес. Харил ардан халган цес. Катта джеттап халган цес. Эй, эй. 35. Все верно? Кто-то ошибается, я так понимаю? И это правильный ответ, а по тисменту. Молодец! Да, прекрасно. Вот смотри, я так понимаю, с танцами у тебя все хорошо, потому что когда ты сейчас читала Моносчи, ты исполняла какие-то движения руками. Расскажи нам, пожалуйста, что ты делала? Представляла абакус. А что это такое? Это считалочка. Ага, это у тебя в уме какая-то рисуется считалочка, которую ты считаешь, и получается в итоге правильный ответ, мы так понимаем. Да. Вот хорошо, Валентина, у меня сразу вопрос. Давай возьмем последний пример, самый легкий. Как проходит схема? Вот смотри, 53 минус 2, ну, покажем всем нашим телезрителям, чтобы было видно. Для меня все просто. Меня в школе учили вот такие, скажем так, упражнения, считай, следующим образом. Мы видим 53, видим сразу два вычитания, соответственно, 53 минус 2 плюс 51, получается 53, остается 35. То есть ты хочешь узнать, какая схема? Да, примерно, в двух словах. Если кто-то никогда не занимался ментальной арифметикой, не занимался арифметикой в принципе, но хочет вот научиться считать, вот как это делается. В двух словах. Поделись секретами, может быть, какими. Секретом успеха. Не с нами, на страну. Просто считай... Считай по определенной схеме человек, который есть в уме, а не будем к этому придираться. Хорошо. Давай вернемся к Моносче, я думаю, да? Скажи, как ты вообще решила этим заниматься, увлеклась? Это же как-то нужно к этому прийти. Тебе рассказали об этом родители или в школе, или в садике. Меня в садике подтолкнули. А кто тебя подтолкнул? Учитель по-круглескому. Тебе просто понравилось, как она об этом рассказывала? Да. И ты пришла домой? Нет. Открыла? Нет, она пришла ко мне в нашу группу и сказала, мне нужна Валя. Как будто КГБшники, да, пришли? Да. Она была в черном костюме в очках? Нет. Нет сранцы, хорошо. Сначала я подбежала к ней, и она сказала, пошли мы на Сочи. Я была неважной до нее. Ого. Ты не ожидала, что она тебе так скажет. Да. И ты сразу же согласилась? Да. И тебе понравилось сразу же? Да. Знаете, почему? Почему? Потому что у меня мать Куркаска. Мама. Замечательно. Ну, мы видим необычную внешность. Ты очень красивая девочка. Но как отреагировали тогда дома, когда узнали, что вот ты решилась заниматься в Моносче? Что ты вот так садишься в центре зала. Да. И у тебя сразу борода появляется. Там, я не знаю, по мусу. Ты начинаешь петь. Но самое главное, мне кажется, всегда все гости довольны, да, когда люди приходят в гости к вам, все прям умиляются и удивляются. Или нет? Да. Хорошо, вот если не секрет, собираешься ли ты этим заниматься в будущем? Я говорю не про ментальную арифметику, а именно, допустим, про карьеру Моносче. Нет, я хочу стать доктором. Ты хочешь стать доктором. А каким? Хирургом, терапевтом. Который лечит все. Который лечит все. Но не зубы, но не зубы. Но не зубы, да, не вот этих извергов, которые заставляют людей плакать, да? Да. Хорошо. А какие еще планы у тебя, вот помимо того, что ты станешь классным врачом, например, кардиологом, они очень много получают? Да, вырасту. Да, когда ты вырастешь. Есть какая-нибудь заветная мечта? Улететь в Москву. Улететь в Москву. Ну, мне кажется, что твоя мечта обязательно сбудется. Я хотел бы напомнить всем нашим дорогим телезрителям, что в гостях у нас человек, который получает первые места систематически, потому что динамика уже имеется, первые места на танцевальных конкурсах, имеет, скажем так, знание профессионального Моносча в своем кругу. Правильно, Валентина? Правильно. Ну и, помимо всего прочего, еще и прекрасно считает вам большое спасибо за то, что пришли в гости. Приходите еще. Можете передать привет маме, она у вас большая молодец. Или папе. Или папе. Вот в камеру посмотрите, на третью, на третью камеру и помашите рукой. У нас сегодня в гостях была Валентина Кузнецова. Спасибо большое, что пришли. Желаем вам хорошего дня. Пожалуйста. Дамы и господа, мы продолжим наш эфир уже очень скоро, никуда не переключайтесь. Спасибо. Спасибо.